Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. К президентским выборам на Украине, которые состоятся 25 мая. Украина. Десять дней до выборов. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим коллегой, журналистом Дмитрием Волчиком, правозащитником Любом Александровичем Пономаревым, лидером движения за права человека и политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования и стратегического развития. Давайте дадим слово нашему коллеге, работающему в Киеве, Дмитрию Волчику. Добрый вечер. Дмитрий, каковы главные события, произошедшие сегодня в украинской столице? Вам слово. Да, здравствуйте, Владимир. Но, как вы сказали, сегодня в Верховной Раде прошло первое заседание круглого стола по решению кризиса. Модераторами были бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, а также представители ОБСЕ Вольфганг Ишингер. И исполняющий обязанности президента Тушчина сказал, что украинская власть открыта к диалогу с представителями всех регионов. И было принято решение проводить такие круглые столы действительно во всех регионах. Леонид Кравчук и Леонид Кучма отправятся модерировать эти дискуссии. Кабинет министров в полном составе будут участвовать в заседаниях этих круглых столов. Надо, чтобы Киев услышал Донецк, Донецк услышал Львов. Но чтобы вся страна не только слушала, но и прислушивалась друг к другу, сказал премьер-министр Аштемий Яценюк. По его мнению, круглые столы по стабилизации должны проходить при участии представителей Евросоюза, Соединенных Штатов и России в формате подобном Женеве. И результаты должны быть предусмотрены в международных решениях. Бизнесмен Ренат Ахметов, хозяин Донбасса, в заседании круглого стола не участвовал, зато обнародовал заявление, в котором рассмотрел четыре варианта развития событий. Сегодня в Донбассе сложнейшая ситуация. В Донбассе по Сибирску страх, люди закрывают магазины, закрывают офисы, уезжают из города, на улицах стреляют и убивают людей. И это огромная беда для нашего края, сказал Ахметов. Вот четыре сценария, которые он предложил. Первый сценарий, остается все как есть, вся власть в Киеве, регионы развиваются по остаточному принципу. Этот путь изжил себя, он не имеет права на будущее. Сказал Ахметов, сценарий номер два Донецкая Народная Республика, ее никто в мире не признает, а структура нашей экономики это угольная промышленность, металлургия, энергетика, машиностроение, химическая промышленность и сельское хозяйство. И мы попадем под огромные санкции, предупредил Ахметов, не сможем ни продавать, ни производить. Это значит установка производства, безработицы и бедность. Третий сценарий, который он рассматривает, это присоединение к России, по убеждению Ахметова, это тоже не сделает Донбасс счастливым. Это присоединение не надо ни России, ни Донбасса. Мы попадем под огромные санкции и точно так же не сможем ни продавать, ни производить свою продукцию. Это значит экономический спад, безработица и бедность. И сценарий номер четыре, это изменение в Конституции, децентрализация власти. Власти с Киева переходят регионы, власть не назначают, а выбирают. И местная власть берет ответственность за настоящие и будущие три бутни. Ахметов сказал, что это единственный возможный сценарий, и счастливым Донбасс может быть только в единой Украине. Владимир, я сегодня встречался и имел долгий разговор с уехавшим в Киев, лидером независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынковым, тоже за единую Украину. Но, однако, с большим сомнением говорит о роли Рината Ахметова, который, по его мнению, не делает все возможное для того, чтобы нормализовать ситуацию в области. Он говорит, что пока власть в Киеве бездействует или проводит длительную антитеррористическую операцию, которая плодов не приносит и раздражает людей, сепаратисты становятся все сильнее. Причем они постоянно убеждают горняков бросать работу, не выходить в шахты. А профсоюзы противодействуют, но их возможности невелики. Николай Волынко убежден, что присоединение к России приведет к тому, что шахты будут закрыты, точно так же, как в Ростовской области. Но у него создается впечатление, что в Киеве до сих пор не решили, нужен ли им Донбасс или не нужен. И он думает, что необходимы точечные удары по террористам, а не танки в городе, как это было совсем недавно, в Мариуполе. Создается впечатление, что лидер профсоюза горняков прошел, власть в Киеве растеряна. И, конечно, вот такими круглыми столами проблему эту не решить. Большое спасибо. Это был наш коллега Дмитрий Волчек, работающий в Киеве. Тогда вопрос Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, какие сценарии на ближайшие 10 дней до выборов, по-вашему, наиболее вероятны? Все зависит от того, как себя поведут участники вот этой предполагаемой Женевы-2 переговорного процесса. Дмитрий сказал, что никакие круглые столы не сработают. Я как раз считаю, что сейчас уникальный момент, уникальность его состоит в том, что кто использует этот момент переговорный, поймет важность, стратегическую важность вот этих переговоров, тот и настоящий политик. Мы видим, как бился МИД Российской Федерации, конкретно министр иностранных дел Лавров, за то, чтобы состоялась эта Женева-2. И именно в этом формате, который предполагается, чтобы представители юго-восточной части Украины обязательно участвовали в этих переговорах. К сожалению, не очень хотят участвовать, как бы выдвигают какие-то свои требования, и не очень охотно идут на контакт именно представители Киева и Донецка. Вот как раз можно было бы организовать вот этот переговорный процесс, условно его назовем так, диалог двух столиц Донецк-Киев. Можно было бы организовать этот процесс с участием наблюдателей, участников этого процесса, в том числе и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки, и России. И вот там уже конкретно провести, назовем его так условно, квадратный стол, пока еще не круглый, попытаться спилить углы острые на этом квадратном столе, и уже более закруглив вот эти проблемы, подойти к круглому столу непосредственно. Те, кто провел сейчас, лидеры Востока провели референдум в восточной части Украины, они сейчас уже, после того, как они вот сбросили с себя с плеч вот такую серьезную акцию, они должны становиться политиками. Неужели им тоже нужна 100-летняя война? Они должны становиться политиками, выдвигать свои требования. И вот как раз на этом круглом столе, который все-таки должен состояться, надо эти вопросы обсудить. Более того, они не поняли сигнала, который им высыл сначала президент Российской Федерации Путин, потом об этом же фактически, о том же самом сказал спикер Госдумы Нарышкин, и об этом же сегодня сказал Сергей Лавров. То есть они сказали, что нужно налаживать ситуацию там, люди живут там, непосредственно на этих территориях, поэтому вопрос нужно решать именно на месте событий. Поэтому я предлагаю Донецк-Киев, диалог двух столиц. Я тоже за это. Давайте дадим слово Льву Александровичу. Каким вы видите механизм прекращения боевых действий в Украине? Вот, понимаете, вот я так слушал про эти круглые столы, и пока, так сказать, разговор как бы межсобочек на самом деле. Ну, хорошо, что у президента участвуют предыдущие, да? Это хорошо, что они присоединили, свой вес добавили к действующей, легитимность свою как бы добавили к действующей киевской власти. Это хорошо. Но ситуация в стране настолько не была получена в восточных регионах. Там реально идут военные, там фактически гражданская война началась. Там каждый день погибает несколько человек, то есть каждый день иногда десятки человек. И этот главный вопрос. То есть, как бы уходит от главного вопроса, занимается вторичными. Конечно, главный вопрос это Юго-Восток. Главный вопрос, будут ли на эти круглые столы приглашены лидеры сепаратистов. И это очень сложный вопрос. Насколько я понял, пока не предполагается. Если даже, вот потому что говорили, приедут в Донецк, там будет сидеть губернатор, будет сидеть Ахметов, будет сидеть мэр города, так сказать, который, в общем, частично владеет обстановкой. А вот людей из тех, кто окружил, ну вот из баррикад, условно говоря, не пригласят. Я не знаю, я, конечно, не готов указывать. Их трудно пригласить, понимаете, да, на самом деле. Трудно решиться их пригласить. Это значит их легитимировать, если их пригласить. Потому что, ну кто они такие? Сейчас они террористы. Они взяли в руки оружие. Конечно, они в этом смысле, ну, в общем, их признавать довольно тяжело. Но, с другой стороны, референдум в каком-то смысле, конечно, это не референдум. Вот мы сказали референдум, там никого референдума по сути не было. А вы добавите, что вы недавно вернулись оттуда? Да, ну, я был там, я наблюдал за этим. Референдума не было, как такового. Потому что, ну, когда приходишь на участок, и ты видишь, что там нет списка избирателей, а человек просто показывает паспорт, его вписывают прямо, при тебе вписывают, дают ему, значит, это бюллетень, и он его кладет. То каждый человек может прийти в разные участки, очевидно, и там не смотрят, в каком районе он живет. Вот. Поэтому это, ну, хотя по этой процедуре уже нет референдума. И нет списка избирателей. Списка избирателей там у них какой-то есть, но он где-то лежит в другом месте. Понимаете, да? Поэтому это не референдум бесспорно. Но, с другой стороны, там было достаточно много людей, которые продемонстрировали свое единство с руководством вот этой непризнанной республики, с этими бандитами-террористами, условно говоря. Потому что они действительно взяли в руки оружие, и это плохо. Надо найти какой-то выход. Если уж говорить, то в каком-то виде их надо приглашать. И это и есть диалог, национальный диалог. Иначе это не национальный диалог. Как раз главная проблема в том состоит, не в формате вот этой «Женевы-2», когда могут не пригласить лидеров Востока, а в том, что эти лидеры Востока сами не желают разговаривать, как они это называют, с фашистами, карателями и бандеровцами. Вот это как раз главная проблема и для министра Лаврова, и для России в целом. И Киев. И Киев не хочет. И Киев не хочет в том числе. Они оба не хотят. Но не политики. Политик как раз, он бы ухватился за эту ситуацию. Некоторые, многие пророссийские настроенные наблюдатели и те люди, которые там непосредственно находятся, говорят, что, а мол, Янукович тоже перед 21 февраля проводил круглый стол. Результата не было. Так давайте тогда вообще его не проводить, если у нас в запасе такие ораторы и мыслители, как Янукович. И что касается, если нет таких людей, значит, тогда останется нам 100-летняя война, о чем я уже сказал. И что касается, вот небольшая ремарка термина «гражданская война». Там нет, на мой взгляд, гражданской войны. Вспомните, какая была гражданская война 100 лет назад в России, когда и белые, и красные стремились захватить центр, столицу, Москву. Сейчас, вернее, Санкт-Петербург тогда еще. А, вернее, уже Москву. Ну, сначала одно, потом другую. Кто-то там на Петербург шел и так далее. Сейчас вот эти представители Востока, пусть даже вооруженные формирования, они не пишут на своих бронетранспортерах, захваченных белыми большими буквами, на Киев. Им Киев не нужен. То есть это какой-то другой формат совершенно. И это надо учитывать в рамках вот этих переговоров. Хорошо, давайте послушаем политолога Марию Липман, которая видит сложность миротворческого процесса на Украине в отсутствии сторон для переговоров. А кто, собственно, вправе представлять другую сторону, так сказать? В Киеве есть правительство временное, там исполняющие обязанности, как бы его ни называть, оно не вполне легитимно с российской точки зрения, но даже с российской все-таки именно не вполне. То есть какие-то люди даже с точки зрения Владимира Путина вправе представлять киевское правительство и считать себя властью киевской. Что касается Востока, восточных и юго-восточных регионов Украины, то тут сплошной вопросительный знак. Собственно, те, кто сейчас представляет собой власть в Киеве, сказали, что они не будут вести переговоры с теми, у кого руки в крови. Ну, это так надо понимать. Те люди, которые захватили государственные правительственные здания на Востоке и которые ведут вооруженное сопротивление, сопротивление войскам правительства, которые туда отправлены, ну, как говорит это правительство Украины, для осуществления антитеррористической операции. Но если не эти люди, то кто? Есть, собственно, губернаторы. Есть губернаторы и Донецка, и Луганска, но это не те люди, которые представляют, собственно, тех, кто проводил референдум. Если диалог – это некоторым образом результат референдума, потому что именно так, кстати, на референдум отреагировал российский МИД. Да, что, ну, вот, мнение выражено, нет сомнений, что люди, много народу свое мнение высказали. Это требует диалога, требует, чтобы их мнение было учтено. И где тут, собственно, представители власти в лице губернаторов двух регионов Донецка и Луганска – непонятно. – Да, давайте Львов Александрович спросим, кому адресована Ваша миротворческая инициатива? – Ну, вы знаете, вот документ, который вот сейчас у меня в руках, он был опубликован 6 мая в новой газете на сайте, 6 мая, перед референдумом. И он, мне кажется, остается актуальным и сейчас. Мы считаем, что есть некие процедуры начала диалога между воюющими сторонами. То есть я по-прежнему утверждаю, что, конечно, гражданская война – это громко сказано, но это начало ее, понимаете, да? Это реально люди, которые с оружием в руках противостоят друг другу. Это уже некие массы такие, уже не один, не два, это десятки, сотни людей. И они воюют друг с другом, реально. Вот, поэтому есть некая дорожная карта, она в чем-то, может быть, более детально, может, написана, совпадает с той дорожной карты, которая была предложена потом в БСЕ. Вот, пожалуйста, первое, немедленное прекращение огня, включение запрет на перемещение любых вооруженных формирований. Все, не перемещается больше армия. Начало диалога. И это является, как бы, является предметом, то есть старт дает диалог. То есть все, вы не захватываете здание новое, не перемещаете из одного города в другое свои, и Киев не перемещает свои военные формирования. Второе, немедленный обмен списками лиц, задержанных обеими противоборочными сторонами. Обязательно, потому что десятки людей сейчас находят в заложниках. У лидеров, значит, этой самой республики самоназначенной. Третье, немедленное создание возможности для беспрепятственного паровоза гуманитарных грузов, в первую очередь медикаментов, продовольствия. В Славянске уже, так сказать, есть гуманитарные признаки гуманитарной катастрофы. Четвертое, Российская Федерация делает заявление о абсолютной невозможности направления войск на территорию Украины. Похоже, она сегодня сделала, может быть, невозможно. То есть жестко было сказано Путину, что армия не будет направлена. Но, по крайней мере, что-то похожее говорилось. Также пресекается набор добровольцев для участия в событиях Украины. Вот это вот точно не пресекается. Везде идет набор казаков, они идут туда, и там уже чуть ли не с Южной Осетии уже целая бригада приехала. И эти люди с оружием в руках в чужом государстве занимаются терроризмом, по сути дела. Пятое, Республика Украина заявляет, что не будет приглашать страну с другой стороны. Если Россия заявляет, то и киевские власти не будут приглашать иностранных, не допустят иностранных и так далее. Везде нужна симметрия, как бы. Шестое, в рамках ОБСС создается крупномасштабная миротворческая миссия. Но она вроде как бы создана, она начинает работать. Но мы это написали еще до создания ее. Седьмой пункт в рамках ОБСС под эгидой сторон участников Женецкого соглашения формируется многоступенчатый переговорный механизм. Вот этот момент очень важный. Вот разговоры идут, да, круглый стол, там вот начинаем переговоры. На самом деле мы видим, что нет переговоров. Нужна какая-то воля здесь. Нужно уговаривать киевскую власть начать какой-то диалог и все вот эти вещи делать. Я считаю, что, например, Путин, если он действительно готов продемонстрировать готовность, вот хочет продемонстрировать готовность к круглому столу и переговорам, он должен назначить своего специального представителя. Вот Лукин уже был однажды специальным представителем на переговорах в предыдущий раз. Но и сейчас бы он мог быть специального представителя, направить его в Киев. И тогда бы Лукин выполнял свою... Не Лукин, но тот специальный представитель президента, он выполнял бы свою роль. Ну да, может и Лукин, конечно. Подталкивал бы к переговорам. То есть каждый день бы этим занимался, а не просто заявление президента, понимаете. И такие же люди должны быть... Мне кажется, в том числе и Обама должен направить своего специального представителя. Мы же понимаем, что это все равно... Украина, значит, не самостоятельна сейчас, мы это прекрасно понимаем. Что она является предметом торга между статами России. Это уж определенно, вот что там будет происходить. Так пусть Обама направит своего представителя, и пусть они побуждают, я считаю, киевской власти, тех людей в Восточной Украине, если там есть люди внятные, с которыми можно говорить, надо говорить. И решать те задачи, которые искал. Обмен заложниками, прекращение военных действий, а потом уже можно обсуждать и политические вопросы. Как вы считаете, Григорий, это реалистичный план? Да, вот как раз это то, о чем я сказал. Обмен заложниками, обмен пленными, это как раз в рамках вот этого условного квадратного стола. Потом, соответственно, на другом уровне можно уже в более спокойном режиме проблемы рассматривать. Мне как раз кажется, что главная проблема в том состоит, что Россия не может повлиять, она не влияет на процессы, которые развиваются в Восточной Украине. Потому что, если бы она влияла, то в таком случае она бы заставила, попросила лидеров Востока, чтобы они пошли на эти переговоры. Лидеры Востока реализуют свой проект, они могут прислушаться к Путину. Они не прислушиваются в основных вопросах. То есть Путин провел переговоры с Бурхальтером, он выслал сигнал четкий, определенный. Его все наблюдатели раскодировали абсолютно однозначно для себя, дешифровали. А тот локомотив, который там уже был разогнан, видимо, лидеры не посчитали нужным остановить. Действительно, надо провести предварительный этап. Если они даже не хотят с фашистами, карателями и бандеровцами разговаривать, то в любой ситуации, на любой войне, противоборствующие, воюющие стороны, они обязательно обсуждают вопросы обмена пленными, обмена трупами и так далее. И как раз по главному вопросу. Что касается представителей Донбасса. Таруту можно пригласить, но он не влияет на ситуацию. Мэра Лукьянченко Донецка можно пригласить, он не влияет на ситуацию. Просто по факту того, что там происходит. Поэтому надо исходить из того, к чему склоняется и временная киевская власть. Турчинов сказал четко, и не раз это повторил, что мы не будем разговаривать с теми, кто брал в руки оружие. Не надо, они и сами не хотят, кто стреляет. Они не хотят, они не политики. Надо взять тех лидеров, которые влияют на ситуацию. Но они не стреляли на улицах. Такие люди есть. И в любой ситуации они за спин потом поднимаются. Пожалуйста, давайте их найдем, пусть они станут политиками и выйдут на переговоры. Ну вот я хочу еще один пункт, важный я, последний. Российская Федерация, Республика Украина заявляет о недопустимости взаимной пропаганды ненависти и осуждают тех политических и общественных деятелей, которые сжигают вражду и подстрекают насилию и в неправом репрессии. Дело в том, что вот я беседовал с людьми там и на референдуме, которые пришли голосовать. Это продукт нашей пропаганды. Это бесспорно, так сказать. Их было бы там в сотни раз меньше, если бы не российское телевидение. Это российское телевидение, а бандеровцы говорят, что вся киевская власть захвачена бандеровцами, что полная чушь и так далее и тому подобное. В этом смысле Россия очень активно влияет на события. И я думаю, что и сейчас она не совсем. Отчасти вы правы, что может быть уже оторвались немножко, но может быть и вот такие решительные заявления российской власти, это все для вида, чтобы изобразить. Это надо еще понять. Давайте вернемся к этому заявлению сегодняшнего Нарышкина и послушаем профессора Андрея Зубова, который считает, что свою роль в сговорчивости Кремля сыграло введение санкций. Заявление господина Нарышкина явное свидетельство того, что санкции, которые применяет Евросоюз и Соединенные Штаты и вообще страны Канада, эти санкции имеют свое значение. И главное даже не столько санкций, уже примененные, сколько угроза санкциями более широкими. И поскольку было сказано, что если Россия сорвет выборы на президентские выборы на Украине 25 мая, то будет применен третий уровень санкций, который предполагает уже санкции в отношении секторов экономики российской. Этого явно очень боятся. С другой стороны, конечно, очень хотят, чтобы выборы были сорваны. Сейчас нынешнее Кремлевское руководство действует примерно так же, как действовал Советский Союз в эпоху Коминтерна. С одной стороны, был милый Литвинов, который говорил вполне приличные, интеллигентные вещи, министр иностранных дел. А с другой стороны, был Коминтерн, который устраивал революции во всех странах, с правителями которых, с парламентами которых Литвинов говорил на совершенно корректном дипломатическом языке. Вот этими двумя руками Советский Союз думал осуществлять свою международную политику. С одной стороны, легально, с другой стороны, нелегально. То же самое происходит сейчас. С одной рукой сделаются такие вполне корректные и разумные заявления, заявления господина Путина, заявления господина Нарышкина. А с другой стороны, безусловно, подпитываются всеми возможными способами украинские вот эти сепаратисты. На юге и востоке республики аннексируется Крым, делаются попытки дестабилизации ситуации во всей Украине. Одно для внешнего пользования, чтобы не было санкций, чтобы Россия не выглядела как чудовище. А с другой стороны, проведение своей политики. Вот я думаю, что в этом суть сегодняшнего явления. То есть это такая игра? Безусловно, это игра. Безусловно, это игра. Хотя, я думаю, что если ощущение того, что санкции будут очень серьезные, что опасность санкций действительно будет серьезной, Кремль пойдет на то, чтобы смягчить свою политику, потому что он весьма уязвим экономически. И, разумеется, серьезные санкции секторального характера крайне нежелательны и крайне опасны для Кремля. И он попытается их избежать. То есть здесь и игра, и фразы, и страх. Вот все это мы можем видеть вместе. Как вы верите в искренность заявления представителей Кремля, Григорий? Да, вот как раз что касается фразы, что Кремль и Россия могут сорвать президентские выборы на Украине. А Россия уже попыталась сорвать, если так можно выразить, референдумы в Донецкой и Луганской областях. Ничего не получилось. Если сейчас она абсолютно искренне выступит с заявлением, что она поддерживает, не поддерживает, неважно с каким, а Россия поддерживает, и Путин об этом четко сказал, то все равно ситуация будет развиваться так, как она развивается. Поэтому Россия вынуждена встраиваться в эту ситуацию. Более того, то, что происходит сегодня, вот это радикальное развитие, хаотическое развитие ситуации на Украине, это выгодно не только России. Это не против России направлена вот эта хаотизация. А уже и Венгрия, и другие страны Восточной Европы поняли, что рано или поздно вот эта партизанская война, хаос, перехлестнется и на эти страны. Именно поэтому прозвучали заявления со стороны руководства Венгрии. Там могут тоже на Западе появиться какие-то образования, кстати, представители этих образований, в Ужгороде в том числе, они открыто, публично говорили о том, что регион набит оружием. Естественно, боевики, когда они укреплятся в той или иной территории, регионе украинском, они пойдут туда, где всегда есть чем поживиться. Это, конечно, страны Европейского Союза. Поэтому это нужно в первую очередь Европе, России и Западу в целом, Соединенным Штатам Америки. И они вынуждены просто усаживать за стол переговоров и Запад, и Восток. Ну, мы уже толчемся на одном месте. Поэтому, да, это непонятно. Я отчасти согласен с Андреем Зубовым, что трудно понять на самом деле, вот насколько всерьез и искренне говорят российские власти. Но они могут быть и заинтересованы в этом, а могут быть и не заинтересованы. И действительно многое зависит от местных уже условий. Они действительно могут уже не слушать и оторваться, а могут быть очень послушными. Мы детально этого не знаем. Но следить за тем, чтобы за словами, которые российская власть произносит, были дела, так сказать, и требовать от них это. Вот это надо. Вот если пошлют Путин, пошлют представителя своего президента в Киев, вот для меня, например, это было бы делом. Потому что представитель точно будет там заниматься делом, способствовать переговорному процессу. А если не пошлют, то тогда это станет словами в значительной степени. Давайте послушаем Марии Липман, которая считает, что Россия не может предоставить свою территорию для внутриукраинских переговоров. Ну, на сегодняшний день позиция России состоит в том, что это внутриукраинский конфликт. Хотя, конечно, трудно поверить, что Россия никаким образом не вмешивается в то, что там происходит на Востоке. Но, так сказать, прямых доказательств этому все-таки нет. Есть косвенные, но это позиция России, что это внутриукраинское дело, пусть они между собой разговаривают. В этих условиях предлагать Россию совершенно не нейтральную территорию, не нейтральную сторону. Ну, во-первых, это противоречит этой позиции, которая только что заявлена, что пусть кто там враждует друг другу в самой Украине, пусть они разговаривают. Во-вторых, это явно неприемлемо. Такого рода действительно миротворчество было в ряде замороженных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Но это все-таки дает в себе политический парадокс, потому что сторона конфликта, та сторона, которая имеет хоть какой-то интерес, не может быть миротворцем. Россия действительно выступала таким образом в нескольких замороженных конфликтах. Но в этом есть врожденный порог, что называется. Он когда-то себя проявит. А тут уж действительно, поскольку уже на протяжении многих месяцев правительство, которое находится в Киеве, в российских средствах массовой информации, иначе как фашисты и хунты не называются, очень странно приглашать их как сторону переговоров в Москву. И очень странно с их стороны было бы согласиться. Да, ну в Москву, конечно, никто не поедет, а может быть где-то в Минске какую-нибудь нейтральную территорию избрать для переговоров. Как вы считаете, Григорий? Ну, я думаю, что наиболее простым и правильным решением было бы собрать этот круглый стол на территории Украины непосредственно. Глупо было бы его собирать где-то в Австралии. В Женеве тоже, наверное, неправильно. Ну да, первым толчком, вот стартом для диалога Женева могла, конечно, стать, но там уже все обсудили. Женева, кстати, не дала результата. Сейчас все стороны процесса говорят о том, что никто не выполняет. Поэтому только уже констатация этого факта, понимание, что никто ничего не выполняет, заставляет искать более конкретную территорию для переговоров. Ну, я не говорю о том, что использовать, допустим, как в свое время на плоту переговаривали с Наполеоном и Александром I, ну, может быть, на Днепре. Тут какой-то символ должен быть. Надо искать, надо брать ту территорию для переговоров, которую бы приняли однозначно все стороны вот внутри украинского вот этого противостояния. А потом уже, естественно, Соединенные Штаты Америки, Россия, представители Евросоюза вынуждены были бы ехать именно туда. Надо их опросить сначала. Киев и Донецк. И когда они дадут свои варианты, это и будет фактическим началом. Они и сами не заметят, как они втянутся фактически в эти переговоры. Остров Хортица есть, я знаю. Хортица, совершенно верно, да. Остров на Днепре. Уродная заповедная зона Хортица. Для меня совершенно очевидно, что это должно быть на Украине. И такие места там есть. Либо Харьков, либо Днепропетровск. Вот очень хорошее место. Он очень близок. На плотине Днепрогресса можно. Нет, он близок очень. Вот уже, живое творчество ума спрашивает. Интересная идея. Днепропетровск очень близок к Донецку. Там 200 километров. А с другой стороны, там абсолютно другая атмосфера. Там стабильность есть. Абсолютно стабильность. Там нет вооруженных людей. А с другой стороны, это вот Донецк рядом. Понимаете, да. Поэтому вполне Днепропетровск годится для того, чтобы, в общем, как можно быть ближе к кризисному региону. Давайте послушаем предпринимателя. Нелепо довольно проводить где-то в другом месте. Предприниматель Дмитрий Зимин приветствует заявление Сергея Нарышкина. Ну, я, во-первых, не слышал этого заявления. Ну, ладно, босс ним. Так или иначе, оно в том или ином виде приветствует соговорками выбора на Украине. Этому надо только лишь аплодировать. Хотя, на мой взгляд, из-за того, что мне сегодня приходилось слышать по Украине, на меня наибольшее впечатление произвела статья Иноземцева. Не знаю, читали или не читали, да. Смысл, который заключается в том, что вот это признать вот это вот фактически полууголовное образование в Донецкой области, согласиться с их отделением, что поможет построить на Западной Украине, лишивших там 7 миллионов человек, сравнительно быстро современное европейское государство. А вот эти вот регионы будут хорошим уроком для России. Депрессивные регионы. В общем, к тому же, читайте статью Иноземцева. Мне очень понравилась эта точка зрения. Ну, только надо забыть о том, что там живут 4 миллиона человек в Донецкой области, а в Луганске еще тоже какое-то количество миллионов. И как бы забыть о них, и это будет уроком для России. Понимаете, да, пусть они там прозябают. А честно говоря, у меня, я их недавно видел, я там жил, в смысле, там несколько дней прожил, и мне их жалко. Поэтому, еще неизвестно, сколько их погибнет там в результате разного рода военных действий. Поэтому надо, конечно, думать об этих людях в первую очередь. И хоть это урок или не урок России, но пытаться им помочь и спасать их. Кстати, что касается сторон переговорного процесса, уже надо сказать, по крайней мере, России за то, что она не ставит условием участия, как он себя сам называет, действующего президента Януковича в этом переговорном процессе. То есть о нем уже забыли, появились новые лица. То есть мы тем самым, и Россия, в первую очередь показываем, что мы вышли на совершенно новый этап, и нужно решать проблемы, как это всегда говорится, по мере их поступления. Вот сегодня есть проблемы, мы их обсуждаем, мы решаем. Если мы не решим эти проблемы, по крайней мере, место проведения, обмен пленными, дальше ситуация не пойдет. А если мы их решим, тогда можно всех поздравить с успехом друг друга. В противном случае все украинцы должны понимать, что это, а, раскол, полная хаотизация Украины, где не будет ни у кого уже ни домов, ни еды, ни зарплат, и, б, Украина расколет весь мир. То есть покоя будет не только для Российской Федерации, прежде всего лопнет вся евразийская плита, то есть вот от Европы до Китая буквально, и, может быть, в какой-то степени это и Соединенных Штатов Америки коснется. Да, политолог Мария Липман считает, что гарантом успеха переговоров могла бы стать ОБСЕ. ОБСЕ та нейтральная сила, которая будет, ну, по крайней мере, предложила свои услуги, ну, каким-то образом присматривать за этими переговорами. Но для этого надо, чтобы они согласились. Никакого влияния и авторитета ОБСЕ, что принудит их к переговорам, если они не захотят, конечно, нет. Европа точно так же является, конечно, страной. Конечно, страной. Все-таки все начиналось-то с чего? Что Украину тащили в разные стороны, Европейский Союз и Россия. Да, это была игра с нулевой суммой, это обозначили обе стороны. И теперь как-то ни одна из них, ни Европейский Союз, ни Россия не может себя предложить в качестве какого-то убедительного посредника. Конфликты мировые знают случаи, когда место предлагалось нейтральное, но где-то совсем в другой стране, ну, не знаю, в Швейцарии, условно говоря. Тем более, что сейчас ОБСЕ – это председатель, представитель именно Швейцарии. Но более нейтрального места, чем Швейцария, как-то трудно себе представить. Но это, опять-таки, не решает вопрос. Это, наверное, решило бы вопрос присутствия, решило бы вопрос о том, что власти в Киеве могут куда-то переместиться, но не внутри Украины, а куда-то в другое место. Но это совсем не решает вопрос о том, кто представляет Восток и на каких основаниях. Как Вы считаете, Лев Александрович, кто бы могли стать миротворцами? Ну, Вы знаете, я понимаю, что Мария говорит правильные слова, но это касается конфликтов, знаете, таких затяжных, вот как сирийский конфликт, допустим, да, многолетний, совершенно ясно, кто там управляет, а всем остальным. Это конфликт локальный, он еще не развился, так. А, и, с моей точки зрения, его, так сказать, те люди, которые там в Восточной Украине, якобы там руководят этой республикой, но там есть уже заметные люди. Именно с ними надо говорить, хотя они террористы. Ну, и, конечно, им надо обеспечить безопасность для переговоров. Да, в какой-то момент, тем более, заложники, тем более, все это делается для того, чтобы предотвратить следующие, значит, захваты и следующие жертвы. Поэтому здесь, они не поедут за границу далеко, куда они, на остров Кипр, понимаете, да? Это надо делать прямо там, может быть, даже в Донецкой республике. Вот в Донецкой республике, и, может быть, в том числе, и даже в том помещении, в котором они временно как бы оккупируют, но, с другой стороны, это помещение открыто для посещения журналистов. Это не то, чтобы там закрытая совершенно территория. Нет, ну, точно так же тогда и в Киеве можно провести. Это уже совершенно другой расклад. Но они не поедут, очевидно, совершенно. Они не вернутся назад. Они никогда не будут в безопасности. И, кстати, два раунда, да, действительно можно. Диалог двух столиц. В Донецке, а потом в Киеве второй раунд. Кто и может гарантировать безопасность? Конечно, никто, только они сами, понимаете, в настоящий момент. Может, Россия будет гарантировать безопасность, я не знаю. Но и Россия тоже не рискнет, блядь, на себя гарантией безопасности тем людям, которые с оружием в руках уже, так сказать, считаются террористами, словно говоря. Да, давайте вернемся к заявлению России, к сегодняшнему заявлению Нарышкина. Академик Юрий Рыжов по-своему объясняет примирительный тон Кремля. Видимо, чуть-чуть сдают назад. Ну, по тем или иным соображениям, или припугнул все-таки Запад, были серьезными санкциями, или даже сами испугались, что это опасно. Потому что его высказание такое, что из двух зол надо выбрать меньшее. Значит, большее зло – это идти дальше напролом, а меньшее – ну, пусть пройдут на Украине выборы 25 мая. Вот и все. Ничего другого. Вопрос, что чувствует у себя в башках эта элита, включая фюрера нашего, мы не знаем. Кто-то начинает искать выход для себя лично, для своих денег, например, для своей семьи, например, хотя вот не сейчас благополучно все, и с деньгами, и с положением. А кто-то опасается прямо лично за себя. Особенно вот те, кто в списке здесь. Некоторые должны опасаться вот список, который забыл. Ну, это тут трудно сказать. Если еще поднажмут, то и признаем. Скажем, какие-никакие выборы, но все равно будем говорить, что выборы проходили в ненормальных условиях, что Донбасс, Луганщина, они, конечно, там чуть ли не под давлением, или вообще не пришли, и что это не является общеукраинскими выборами. Там можно будет ковыряться. В пропагандистских лицелях, в низкопоклонности перед лидером. У каждого, особенно у сволочей, у них что-то внутри свой крючок есть. Или свой скелет в шкафу. Да, пожалуйста. Кстати, в чем сила Российской Федерации состоит в отношении выборов 25 мая? Почему Россия заявила четко о том, что она не будет препятствовать проведению этих выборов? Россия прекрасно понимает, что выборы, чем бы они ни закончились, кого бы там ни избрали, они ситуацию не решают. Решает ситуацию переговорный процесс. И вот здесь еще до того момента, когда мы дотащимся, другого слова, я не подберу, до переговорного процесса, нам надо закончить уговорный процесс, то есть период уговаривания, как Киева, так и Донецка. И более того, здесь не надо идти ни у кого на поводу и бесконечно ждать, когда же они, допустим, усядутся за стол переговоров. Надо четко обозначить дату, к которой, то есть крайний срок, а та и другая сторона дает своих кандидатов, которые, по их мнению, по мнению этих сторон, влияют на ситуацию на Западе и на Востоке Украины. И после этого уже начать переговорный процесс непосредственно. Ну, после выборов президентских легче будет уже? Легче будет. Я должен сказать, что еще бы мы упустили такой момент, что если Челносина дипломатия, я бы сейчас, вот если бы я этим занимался, я бесспорно бы занимался Челносиной дипломатией для начала диалога, так сказать. То есть поехал бы, ну такой, человек должен быть с весом, конечно, да, какой-то. Вот как, помню, Кисель же отличался Челносина дипломатия. Да, Примаков. Да, поэтому, да, поехал туда, встретился. Вот, например, в Донецке людей, которые обогрелись и свои руки кровью, практически нет. В Донецке, я имею в виду. Вот, если в Славянске есть, и мы знаем фамилии эти, там, вот этот Стрелков Гирин, так сказать, да, он руководил военным действием, наверное, его в переговорщике как-то брать не хочется. В смысле, для стороны переговоров не хочется брать. Тем более, что, может быть, он вообще сотрудник ГРУ, так сказать. А вот таких людей, так сказать, там, как там есть, тот самый, как раз, лидеры МММ был когда-то, а сейчас он там рулит всякими финансовыми потоками. Я что-то вылетел у меня из головы, его фамилия? Пушилин. 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 Ну вот он мирный человек и реально влияет на какие-то, так сказать, события там, реально влияет. Или Губарев вот какой-то, который сейчас недавно выпустили. Конечно, он никого не губернатор. Губернатор, да. Ну вот, конечно, в каком-то смысле никто, но эти люди все-таки организовали этот референдум. Но они ни в кого не стреляли. Они не стреляли. Им удалось все-таки организовать этот референдум. Конечно, городские власти им подмахнули, помогли организовать референдум. Но городские власти не стали бы это делать, если бы они не чувствовали определенное давление с их стороны и силы. Поэтому, ну, с этими людьми, ну, ничего страшного. Ну, конечно, они, их можно презирать, допустим, да, считать, что никто. Это легче всего. Но так они все-таки обладают реальным влиянием. А почему бы с ними не поговорить? Давайте послужим Марии Липман, которая считает еще одной проблемой разнородность юго-восточных областей Украины. Мы говорим все время, пользуемся этими термиями «восток» или «юго-восток» Украины. А, собственно, ни с чего не следует, что есть такая сущность, есть совокупность регионов. Они очень разные. По вопросам общественного мнения видно, что очень разные точки зрения на то, что происходит в Украине, в этих регионах. По самому широкому кругу вопросов, кроме того, мы видим, что есть эти вот два самых восточных регионов Донецк-Луганск, где происходит насилие, где такие массовые характеры носят захват государственных зданий. Но есть Одесса, в которой произошли очень трагические события. Но есть регионы, про которых, ну, по крайней мере, пока, про которые мы ничего не слышим. Да, это Николаев и Херсон, да, и это как-то затихший Харьков. В последнее время, по счастью, оттуда никаких травматических, трагических новостей не слышно. И это Днепропетровск, где губернатор, по крайней мере, единственный человек, который называет себя властью. Да, там не захватывает никто государственные здания, там есть губернатор. И нет другой силы, которая этого губернатора не признает. Ну, вот, можно ли каким-то образом их объединить, чтобы они, чтобы восток Украины была некоторая сущность? Да, это, конечно, прежде всего, не на руку. Тогда Донецк и Луганск, Донецк и Луганская область, оказывается, в меньшинстве, это совершенно не то, чего они бы хотели. Потому что они действительно, как видно из всех событий последнего месяца, очень резко отличаются от всех остальных. Это, кстати, видно и в вопросах общественного мнения, проведенных еще, ну, в мирный, так сказать, относительно мирный период. Лев Александрович, вот вы вернулись там, в чем отличие этих всех областей, регионов друг от друга? Ну, там буквально, вот я был в Днепропетровске и ехал в Донецк, да? И вот ты переезжаешь границу, смешно вообще, это же не государственная граница. Ты пока ездишь в Днепропетровскую область, ты видишь всюду флаги Украины, российских флагов нет, так сказать. И как только переезжаешь границу, все, украинских флагов нет, появляются российские флаги, даже столбы раскрашены, так сказать, тремя цветом столбы. Так получилось, что, ну, может, потому что Донецкая область, она граничит с Россией, а Днепропетровская не граничит, все-таки это подальше. Конечно, это важно, да. Это очень важный момент. Может быть, более энергичный губернатор. Нет, Донецкая не граничит с Россией. Донецкая, Харьков, 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 Донбасс, это другой вопрос, Донецкая не граничит, Луганск, Харьков? Ну, может быть, и у права, но все равно подальше, как бы, да? Донецк, это ДНР, это морская держава, по сути, потенциально, она на море, на Азовском находится. На Азовском море, да. Да, с Россией она не граничит. Ну, да, может быть, я, ну, не знаю, в общем-то, мне казалось, что... Там даже это и на климат влияет, не только на ситуацию пограничную, вот вы сказали, там чисто визуальную, там и климат другой, жесткие ветра такие, морозы. Нет, ну, ветра, может, на побережье, там, в Донецке. Нет, это Донецка доходит. Ну, что, ну, что, ладно, может, я не прав. Ну, в общем, совершенно разные области. Да, да, мы поняли. Абсолютно разные. А, значит, если там полностью под контролем находится именно действительно губернатора вся ситуация, там начинались какие-то движения, но они встречались. Там вот совершенно другая политика была. С самого начала, вот, власть говорила с этими людьми, которые выступали против Киева, договаривалась с ними, решала их вопросы, кого-то покупала, кого-то, то есть, купировала все это заранее, понимаете, в результате ничего не получилось у них. А в Донецке это все развивалось, 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 и бац, оккупировано, значит, центральная площадь, здание исполкома занято, главное там здание, там, можно сказать, Донецка, 11-этажное, где была администрация президента и так далее. А после референдума уже грабежи идут. Пришли в гараж, где стояли автомобили очень дорогого, высокого класса, там комических некоторых, значит, структур, и в том числе администрация губернатора, забрали эти все автомобили, кстати, это страшный признак, что мы... Да, это все идет, и идет, и идет. И сейчас вот самая, может быть, конструктивная идея, которую сейчас я вижу в Донецке, это то, что металлоинвест, который вот в Мариуполе, там, главная, так сказать, структура, которая управляется, директора заводов под контролем Ахмедов, которые находятся, они создали народную дружину из рабочих, которые работают на этих заводах. И это люди, которые реально не хотят бардака... Это уже третья сила, это зеленые, если брать классическую гражданскую войну, белые, красные, зеленые. Это люди вместе с... А милиция давно уже ушла в тень, ничего не делает, по ночам не выходит. А теперь они вместе с милицией уже, милиция немножко смелела, и поэтому эти народные дружины вместе с милицией охраняют город Мариуполь. И в Донецке, видимо, то же самое сейчас... Это страшный признак, когда мы начинаем интересоваться границами, даже не стран, а конкретных областей, конкретных районах. Да, да, да. Точно границы. В свое время мы не знали, где такое селение Бамут, допустим, находится. А еще раньше внутри Советского Союза путали всегда столицу Таджикистана, столицу Узбекистана. Практически никто не знал. То есть из этого мы выводим формулу. Когда мы начинаем жестко интересоваться границами какого-то региона, вычлененного, небольшого, это говорит о том, что ситуация там развивается в страшном негативном направлении. Вот. А то, может ли Днепрометровск стать площадкой для переговоров, задается вопросом политолог Марии Липман. Такая альтернатива окажется неприемлема для властей, которые сидят в Киеве. Мне кажется, что это слишком большой для них компромисс. Ну, то есть было бы, конечно, наверное, хорошо, если бы они на этот компромисс пошли. А за это какие-то могли бы выторговать себе какие-то уступки с той стороны? Ну, это если в том случае, если переговоры носят хотя бы относительно конструктивной характери, когда можно рассчитывать, что обе стороны, ну, хотя бы в какой-то степени готовы на уступки. Я очень сомневаюсь, что на какие бы то ни было уступки готовы пойти те люди, которые уже, в общем, ну, на самом деле, конечно, себя поставили вне закона, да, которые захватили здания, их удерживают, которые вооружены, которые оказывают сопротивление правительственным войскам. Для них как-то нет резона идти на какие бы то ни было уступки, что они, собственно, на этом выигрывают. Для властей в Киеве, которые сидят в правительственных зданиях, по крайней мере, частично они просто люди, которые выбраны на тех выборах, легитимность которых никто не ставит под сомнение, я имею в виду Раду, ряд министров, возможно, да, для них согласиться на то, чтобы переехать куда-то в другое место и, ну, таким образом признать свою неполную легитимность, да, это очень серьезная уступка, она и психологическая, и символическая, и политическая, и какая хотите. Так что инициатива интересная, но, ну, посмотрим. С другой стороны, действительно, над всем, над этим висит острая, жесткая необходимость все-таки вести переговоры. Кстати, уступка – это очень важный термин, о котором Мария сказала. Ведь сейчас, допустим, лидеры Востока, они, вот как уже Лев Александрович сказал, они действуют строго по своему проекту, по своей схеме. С Россией это, я просто убежден, ни в коей мере не согласовывается и не согласуется с планами стратегическими России. Они заявили, что хотят войти в Россию, везде поставили российские флаги. Но флаги – это не белье, государственные флаги, которые можно развешивать где-то, снимать, потом менять на какие-то другие флаги. Поэтому Россию ставят перед фактом. И на эту уступку, видимо, никто на Востоке идти не хочет. Это достаточно опасный момент. Какие шаги должен предпринять Кремль, чтобы как-то пригладить? Ну, я мало сомневаюсь, что все-таки очень огромное влияние Кремль до сих пор имеет. Абсолютно в этом уверен. Там много людей просто из, так сказать, из спецслужб. Просто много людей там. И поэтому влияние сохранилось. И если они захотят, то они могут подсказать им. А главное, что у этих людей нет никакой перспективы, если всерьез вот так думать дальше, а что с ними? Они свое будущее должны видеть только в политическом процессе. И поэтому, если человек реально не стрелял, у него нет крови, их надо раскалывать. То есть, людей, которые там участвовали, они должны сами же эти люди отодвинуть. А у этих людей пусть будет политическое будущее, ради бога. Пусть идут на выборы и потом становятся выбранными какими-то людьми в Донецкой области. Я не вижу, это ничего страшного. Давайте, подводя итог нашему разговору, послушаем мнение Марии Липман, которая считает, что вряд ли возможен на востоке Украины преднестровский вариант. – Приднестровье является самопровозглашенной, непризнанной республикой. – Приднестровье тоже не признанной. – Да, да, да. Но, собственно, внутри Приднестровья нет другой власти. Там с самого начала все-таки Приднестровье образовалось в результате войны. Она была короткая, но очень кровавая. И там, собственно, проигравшая страна, ну, Молдавия, надо понимать, да, не оставила там своих властей, которые бы одновременно сидели как-то в параллель. Да, здесь есть одни власти, которые лояльны Молдавии, а здесь есть другие власти, которые сами по себе, ну, и на самом деле лояльны России. Там же вот какая ситуация. Значит, этот вопрос надо решить. Да, то есть украинская власть, допустим, не вполне легитимная, допустим, исполняющая обязанности, должна отозвать своих губернаторов и отдать регион вот этим людям, которые что-то там захватили, которые, вообще говоря, совершенно не очевидны, что пользуются там. – Затем это повернуть массу людей, которые не хотят. – Вот это интересно, потому что, опять-таки, по опросам и по свидетельству очевидцев, люди, которые там живут, совершенно не рады тому, что их регион превратился вместо боевых действий. Да, и более того, ну, по крайней мере, частично, те люди, которые стали захватывали, они известны в этих местах, известны как не самые лучшие граждане, не самые благонадежные и как-то с не самым лучшим послуженным списком. Да, и иметь их в качестве власти. Или объявлять там выборы, а кто их будет объявлять? Ну, то есть, теоретически, наверное, можно себе представить, что как-то это вот, вот это все сложится, и мы даже про это не думаем, как. А вот там уже установилась какая-то власть, и люди там живут. Кстати говоря, они, конечно, оттуда начнут бежать. А куда они начнут бежать? В России, наверное. Но кто-то в России, кто-то в соседние украинские регионы. Ну что ж, давайте подождем развитие событий. Напомню, что гостями нашего прямого эфира были политолог Григорий Трощемчук и правозащитник Лев Пономарев. А в начале нашей программы у нас сейчас наш коллега Дмитрий Волчек. Украина, 10 дней до выборов. Посмотрим, как будут развиваться события. В этом регионе на волнах радио «Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева. Редактор субтитров А.Семкин